Теперь, что мы делаем? Натан, мы начнем урок? Да, конечно, я включил запись, да. Тогда мы с молитвой сердца, после такого непростого введения, мы с вами продолжаем изучение книги «Шофтим». И здесь я бы тоже хотел начать с небольшого введения. Последние главы, как мы с вами говорили, начиная с 18-й, они рассказывают о тех событиях, которые произошли в начале эпохи Судей, в начале, скажем, управления, если так можно сказать, или судейства от Эниеля Бенгназа, первого судьи, или, может быть, до того еще. Не пытался присоединиться, он мне сам... Хорошо, давайте, да. Вот, то, что хотелось бы сказать, то постоянный рефрен этих глав, что нет царя в Израиле. И мы представляем себе, что нету порядка, жесткого порядка, строго установленного. И, как говорится, каждый делает то, что правильно в его глазах, или то, что ему нравится, как иногда переводят на русский «Ешарба и НАП», то, что правильно, прямо в его глазах каждый делает. И у нас задается впечатление, что самое главное дело в порядке. И действительно мы видим, что нету порядка. Но вот перед нами... Но вот перед нами два, так сказать, типажа, если можно, или два типа людей. Один из них – это Миха, который делает храм, переносной храм Мишкан на горе Ефраима по своему усмотрению. И в нем есть служение, и туда приходят люди. И Мишкан стоит не столько для того, чтобы собирать деньги с людей, а часто он и кормит людей, и, как мы с вами увидим, дает людям переночевать. То есть некоторая такая вздака, милосердие, забота о людях присутствует в том месте, которое далеко от понимания, далеко понимания, от понимания Всевышнего, близко к идулопоклонству, если не сказать, что является непосредственным прямым идулопоклонством. С другой стороны, мы будем говорить с вами о человеке также с горы Ефраима, который, в общем-то, привержен законам Тори, и мы увидим, насколько низком моральном уровне он находится. И что же нам хочет сказать книга Шахтин, или какие выводы мы должны сделать. Я бы сказал, что очень важно, очень важно, скажем, что отсутствует, как мы с вами говорили, изучение Торы. И в отсутствии изучения Торы просто сама по себе вера и соблюдение закона, его формальной части, не является панацеей от всех бед. Должна быть система образования и система воспитания для того, чтобы народ мог подняться, возвыситься до такого уровня, когда он может создать страну, справедливое общество, и хотя бы приблизиться к исполнению той задачи, которая была сложна нам не вовсе вышним, быть царством-священником, священником и народом и народом святым. То есть постоянное, систематизированное изучение Торы, оно это единственное то, что может решить решить проблему. Но и при изучении Торы не все сводится к знаниям. Должен быть дух, должно быть чувство и должно быть живое ощущение божественного присутствия, которое дает храм. Без этих элементов очень трудно рассчитывать на высокий моральный уровень. То, что касается проблем изучения Торы, они остаются в общем-то постоянно, если мы посмотрим вперед с той точки историческими, в которой мы стоим эпохи Шухтин, эпохи Судей, мы постараемся заглянуть вперед, то мы увидим, что царь Шламов пытается решить эту проблему обучения народа Торы на таком и возвышении морально-нравственного уровня. И мы видим из его книги Мишлей и из его книги Кагерет, мы видим, что он читает, что ему это не удалось, что ему не удалось возвысить народ и привить ему не только знание Торы, но и высокую мораль и правильный взгляд на вещи. У него есть некоторое отчаяние, у него есть некоторая обиженность на народ, на народ, который выражается в книге Мишлей, что он рассказывает о том, что вот есть мудрость, которая говорит повсюду, и на перекрестках, и в воротах города, и на площадях, то есть, что это значит, мудрость говорит, он обеспечивает, что в каждом месте, где есть люди, была возможность учить Тору, а отклика это не находит особого, не находит особого отклика, и в конце концов мудрость говорит. Вот придет время, когда будете искать меня, а я не откликнусь. Некоторая такая обида, как бы, мудрость, собирательный такой образ. И не случайно мы с вами видим, что и царь Шламо, и его отец Давид, они пишут книги, книги, которые обращаются, которые обращаются к народу не только с точки зрения разума, но и с точки зрения души, с точки зрения его эмоций, дают ему молитвы, которые возвышают народ, знакомят его с какими-то историческими моментами, которые могут быть волнующими, могут быть толчком, каким-то исходным моментом для молитвы. То есть работа над духовным уровнем, она, в общем-то, возложена на царя. Даже не столько на пророка, которого могут не послушать, но царя, у которого есть в руках власть. Царь, одна из его задач, важнейшая его задача, царь тоже называется судьею. И главную свою задачу видит в том, чтобы судить народ. Судить народ в том смысле, чтобы привить высокий моральный и нравственный уровень. Это то, что пытался сделать Давид. Это то, что отражено в книге Мишлей, в книге притч царя Шламу. Так что, когда говорится, что нет царя в народе, то имеется в виду, что не только речь идет о порядке, о том, кто может прикрикнуть, о том, кто может установить полицию, может вести полицию, может вести полицию нравов, речь идет о человеке, у руках которого власть, и власть в первую очередь дана ему для того, чтобы утверждать высокий морально-нравственную уровень, разъясняя Тору, ее и закон, ее морально-нравственную сторону. Первый из царей, кто пытается, скажем, и весьма успешно вести изучение Торы в Израиле, это царь Хискиягу. Про царя Хискиягу рассказывается, что он воткнул меч в стол и сказал, что всякий, кто не будет учить Тору, будет поражен мечом. Но в этом есть некоторое преувеличение. Понятно, что он не собирался казнить всех, кто не пройдет экзамен по определенным предметам Торы, он это не собирался делать, но, скажем, подчеркивание того момента, что когда человек не занят Торой, не занят выяснением морально-нравственного хвоста, это выглядит как предательство, как, скажем, как говорили, лить воду на мельницу врага, потому что именно Тора, морально-нравственный уровень, справедливый суд, это то, что является необходимой основой для процветания и защиты страны. Поэтому царь, я вон так взглянул на вещи, посмотрел на вещи, тот, кто не учит Тору, тот предатель, теоретически, достоин смертной казни, практически, это, конечно, нельзя им стоить применить, но теоретически, он сказал каждому человеку, достоин смертной казни, если ты не учишь Тору и не думаешь над морально-нравственными вопросами. Поэтому мы с вами видим и, скажем, нужно было бы, скажем, нам понять вот этот рефрен последних главах, и нет царя в Израиле, да, нет порядка, но, кроме того, нету понимания, нету понимания морально-нравственного уровня, и нету понимания, нету понимания, если так можно сказать, что такое Всевышний, служение Всевышнему, да, это все отсутствует, да, вот после такого долгого введения, да, давайте я вас спрошу, может быть, что-то хочется спросить, если нету конкретных вопросов, то мы тогда с вами возьмем текст. Окей, значит, будем считать, что все ясно, тогда мы с вами откроем текст, да, и попробуем продвинуться по тексту, да, вот рассказ о Михе, к которому я не хочу возвращаться подробно, напомню только немножко, да, он и так и начинается, в те дни не было царя в Израиле, да, я надеюсь, что мы понимаем эту проблему глубоко уже, да, вот, и колено Дана ищет, которые выходят из Соры и Штаола, посылают своих людей из Соры и Штаола, но выходит посмотреть себе, высмотреть себе новые земли, так как пересемляне теснят их, и, да, и вот по дороге они приходят на гору Ифраима и устанавливаются в доме Михи, да, того самого Михи, у которого стоит Мишкан, который можно, в общем-то, приравнять к идолопоклонству, и они ночуют там, то есть им дают им дают и ночлег, им дают и пищу, вот, и они отправляются дальше, да, они узнают Левита, священника, который служит у Михи, и они просят у него благословения, он им очень интересно отвечает, и сказал им священник, идите с миром перед Богом, путь ваш, в который вы идете, то есть они просят у него спросить для них урим и тумим, спросить на грудни первосвященника, видимо, у Михи есть одежда для первосвященника, вот, есть и драгоценные камни, или, по крайней мере, что-то похожее на драгоценные камни, они просят обратиться ему к уриму тумим, Левит, он довольно разумный человек, и он вместо того, чтобы обратиться к уриму тумим, он просто дает им благословение, и говорит, и сказал им священник, идите с миром перед Господом, путь ваш, в который вы выходите, вот, и люди разведали землю, они увидели, что на севере, в области Лаиш, которая недалеко от Цора, есть место, да, есть место малозащищенное, да, но это не единственное, что, как бы, и интересует здесь Игу Шафтин, да, интересует то, что, когда колено Дана отправляется в количестве 600 человек, уже не разведчики, а воины, да, прифаясные воинским оружием, отправляются на завоевание земли, которую разведали пять человек, то они также приходят и в шатер Михи, о котором мы уже рассказали разведчики, да, и они забирают силы, да, силы этот шатер, да, грубо, жестко забирают этот шатер, а те вошли в дом Михи, взяли истуканы, и ифоды, да, и терафин, истуканы, да, и литой кумир, и сказал им священник, что вы делаете, да, на вопрос, что они делаете, они не ответили, они грубо забрали, грубо забрали мешкан с собой и унесли его на север, мы понимаем, что логика здесь, логика здесь очень простая, да, мы отправляемся в далекую землю, мы будем далеко от центра служения, который находится в Шило, мы не сможем туда прийти, нам нужен, нам нужен свой мешкан, нужен свой ковчег завета, и они уговаривают левита, который служит у Михи, идти вместе с ними, вот нам нужен свой священник, заодно и первый священник, да, они забирают это все с собой, да, зачем нам, зачем нам книга Шоптим рассказывает об этом эпизоде, да, очень хорошо понятно, да, для того, чтобы мы себе представили, что через небольшое время после того, как сыновья Израиля вошли в землю Израиля, после того, как умер Яшуа, не было никакого образования, никакого изучения, никакого изучения Торы, да, может быть, в колене Иуды так или иначе, как мы с вами видели, даже женщина, мать Шемшона, которая из колена Иуды, она является грамотной женщиной, мы представляем себе Буазу, который в книге Судей назван Ифцан, да, можем представить себе, что он мудрец Торы, в колене Иуды как-то, скажем, есть изучение Торы, если не среди всех, то, по крайней мере, есть люди, есть люди грамотные, да, также и отец Давида, как можно представить себе время несколько более позднее, Буаз, да, Ишай, он человек не только грамотный в Торе, великий в Торе, но и человек, которому собираются люди, для того, чтобы послушать Тору, говорят, что он собирал 600 тысяч людей, 600 тысяч людей, буквально, он собирал, или это предвещение, даже сказать, что он много людей собирал, но мы видим, что колено Иуды, там, да, там есть какое-то, есть изучение Торы, и во всех остальных коленах Израиля, да, уже в самом начале, на самом начальном этапе эпохи судей, мы видим безграмотности, можно так сказать, дикие представления совершенно о служении Всевышним. Представляется, что служение Всевышним является каким-то формальным актом, формальным действием, то есть похоже на колдовство, на колдовство, в том смысле, что представляется, что должно быть какое-то место служения, очень хорошо, что оно похоже на мешкан, на то, о чем когда-то говорил Маше, и вот это можно взять и сделать, и поставить, и приходить туда, и принести жертвы, и взять человека, который будет исполнять более-менее похожие действия, которые исполняются в мешкане, и это принесет и успех, и благословение, и вообще просто является неотъемлемой частью жизни. То есть есть какие-то отдаленные представления о Торе, о ее заповедях, но все это похоже на какой-то грубый глиняный слепок, скажем, с красивой, можно сказать, золотой статуей, глиняный какой-то слепок, а вот можно так образно себе представить те представления, которые есть у колена Дана значительная часть, из которого отправляется на север на завоевание для себя земель. Учит ли это нас чему-нибудь? Безусловно, конечно, учат. Учат тому, что мы с вами говорили, что изучение Торы должно быть глубоким, постоянным, среди всех слоев населения. Оно должно включать себя и формальную сторону представления о том, что допустимо с точки зрения служения Всевышнему, что нет. И оно должно включать себя и неформальную сторону наполнения, скажем, духовную составляющую, и это должно быть как бы уроком. Миха, книга Шовтин нам хочет сказать, раскрывает еще один момент. Миха, человек, в общем-то, добрый, и когда у него появляется средство, он готов даже заботиться и заботиться и о окружающих. Еще немного мы с вами, как мы с вами говорим, мы столкнемся с некоторой противоположностью Михе в Мишкане, в сыновьями Или, которые совсем не забудутся об окружающих, для них главное служение Всевышнему. Но это может быть сейчас не так принципиально. Но что мы можем представить? Есть ли какие-то перспективы у Михи? Может быть, он может заменить Мишкан, раз у него есть такая доброта. Может быть, он может стать центром служения для всего народа. Может быть, люди постепенно начнут приходить к нему, и так немало людей приходит к нему. Может быть, это можно дальше развивать. Но понятно, что нужно две вещи, как бы две составляющие. Это и правильные, и высокие представления о Всевышнем, и милость, и доброта, и, так можно сказать, не то, чтобы хорошее сердце, а сердце направлено в сторону людей, понимания людей, понимания их нужд. И то, и другое необходимо. И то, и другое необходимо. Мишкан Миши не имеет никакого продолжения. Он исчезает, потому что у него нету защиты Всевышнего, так же доброта Миши не могла ни укорениться, никому ничего научить, ни дать какие-то плоды в народе. И то, и другое. И понимание, как служить Всевышнему, и понимание людей, и понимание того, что такое высокая мораль, только эти два момента могут сработать вместе. А вот мы сталкиваемся с таким моментом, что проходящие 600 тысяч вооруженных человек, они забирают Мишкан Миши, уходят на север, ну и по всей видимости, какое-то время этот Мишкан существует там. Может быть, даже значительное время существует на севере. Но это ничего не решает. И заканчивается этот рассказ так. И поставили у себя истукан Миши, который он сделал, и стоял он во все дни пребывания дома Бога в Шилу. То есть Мишкан в Шилу простоял 369 лет. Можно представить себе, что и все это время стоял Мишкан на севере, который не имел никакого значения для всего народа, а может быть, и для своего окружения он утратил свое значение. Скажем, таков урок, который можно изменить из Мишкана Миши. Одной доброты одной доброты недостаточно. Перепутанность моральных принципов и служения Всевышнего они не дают никаких плодов. А про колено Дана говорится, что они завоевали город на севере и нарекли имя этому городу Дан по имени отца своего Дана родившегося у Израиля, то есть сына Израиля. А до этого имя города было Лаиш. Он находился в районе Цедон. Этот город также не остался за сыновьями Израиля. И трудно сказать, какова была судьба. Колено Дана обосновалась на севере, как мы знаем и так и говорили дальше в дальнейшем. Вот Дана до Биршевы, если хотят сказать о всей стране, почему говорят о Дане до Биршевы, когда Дан был на юге, рядом с Иудой. Нет, Дан был на севере, он там обосновался, но сам город Лаиш, скажем, мы не знаем кому. Дан, можно сказать так, что Дан стал центральным городом, столицей колена Дана. И впоследствии сыграл тоже большую роль, может быть, не очень положительную для всех колен Израиля. Но это у нас впереди. Я пока хотел бы с вами обратиться, то время оставшееся к следующему рассказу, который происходит в в ту же самую эпоху, может быть, несколько позже, чем рассказ о Михе о переселении колена, Дана, которая не выдержала столкновение с Плештим. Рассказ такого порядка. Снова мы столкнемся с постоянным рефреном и было в те дни, когда не было царя у Израиля. Царя, который установит порядок, который научит Тори и который возвысит народ духовно. И мы видим, что опять начинается с колена Левии, жил один Левик в отдаленной части горы Ефраима. Гора Ефраима, видимо, это то место, где происходит много событий, центральная часть страны, недалеко от столицы того времени, которое являлось Шилот. И говорится, что он взял себе наложницу из Бейтлехима Иуды. И ушла от него наложница его и пошла от него в дом отца своего быть Лехим Иуда и пробыла там год и четыре месяца. Что за наложница? Мы уже сталкивались с тем, что наложницы называли женщину, с которой не был заключен брак по по всем законам Торы. С ней не был заключен договор, по которому муж обязан заботиться о ней, или если он с ней разведется, он не имеет права просто выставить ее на улицу, он должен ее обеспечить. Потом договора с ней не было заключено, и она уже называлась наложницей. Может быть, в наше время это слово несет некоторую отрицательную кондонацию, в то время это не было таким уж прямо, скажем, подчеркнуто отрицательным значением, подчеркнуто отрицательного значения это слово в то время не имело. Так объясняют Мальбин и другие комментаторы, что та же самая проблема, человек из горы Ефраема, из колена Леви, берет женщину из Бейта Лехема и возникают проблемы между коленами, что приводит к тому, что он не заключает с ней брак. Читается в то время, что человек должен брать жену из своего колена. А Левиту следовало пожениться на женщине из колена Леви. Он поступает по-другому. В этом нет нарушения закона Торы, но принятые обычаи и установленные нормы в коленах в то время, это как бы не соответствует им. И возникает ситуация, когда он не заключает брак, она живет у него. С точки зрения детей, как мы с вами видели это в рассказе об Ифтахе, они не являются ни в коем случае какими-то ущербными детьми. Они обладают всеми права на наследство. Если у такой женщины рождается первенец, первенец отца, то он обладает правом двойной доли на наследство. Но положение, конечно, несколько странное, необычное и немного неприятное. Почему не заключается брак женщины? Трение между коленами. И ушла от него наложница его. очень хорошо переведено по-русски, отражает ситуацию, потому что на иврите используется слово «зенита». Она начала развратничать, но мальбим, указывая на структуру предложения и на том, как употреблено это слово, говорит, что развратничать в данном случае это не значит, что она ушла к другому мужчине или пошла на время к другому мужчине. Это значит, что она стала противиться его воле, стала поступать своевольно. Основу конфликта между ними можно представить себе, что ее не совсем устраивает такое положение, когда невозможно заключить брак, когда главы колен, авторитеты, скажем, местные отказываются заключить брак между ними по всем правилам закона, и тогда и пошла от него в дом отца его поэтлехием иуды. То, что она пошла в дом отца, это само по себе является доказательством, что она не была развратной женщиной в прямом смысле слова, как это можно было понять из текста, потому что мы понимаем, что развратная женщина просто не могла так встать и пойти в дом отца. Она, скорее всего, пошла к тому мужчине, с которым у нее была бы связь, и развратную женщину не так бы не приняли бы в доме отца так спокойно и спокойно и радостно и с уважением, как мы можем это увидеть из дальнейшего текста. Пошла спокойно, встала от него, пошла в дом отца, отец по всей видимости тоже был против того, чтобы между ними был заключен брак, так как они представители из разных колен, и провела там год и четыре месяца. И поднялся муж ее и пошел за ней, чтобы говорить в сердце ее, дабы возвратить ее. Мы видим, что речь не идет как бы сама структура текста, она подсказывает, что речь не идет о разврате, он идет говорить с ней в сердце ее. Видимо, между ними были довольно глубокие отношения, взаимные, и вот он обращается к ней и призывает вернуться к нему. А с ним был слуга его и пара слуг. И вела она его в дом отца своего, и как увидел его отец этой молодой женщины, он радостно встретил его отец в тому время, видимо, переменил свое мнение, и он уже не возражал, если бы они продолжали жить вместе и заключили брак по всем правилам. И держал его тесть этой молодой женщины и пробовал у него три дня, и они ели, и пили, и ночевали там. То есть отец совершенно не стыдится, как бы не стесняется того, что у его дочери есть пара, есть муж, в общем-то вполне законный муж, не хватает только освещения брака, который, возможно, они надеются установить, когда он вернется на горло Ефраем к местным авторитетам. И было в день четвертый, встали они рано утром и встал, чтобы уйти. И сказал отец этой молодой женщины, зятю своему, то есть мы видим, что они сидят несколько дней, это похоже на такой свадебный пир, свадебное застолье в преддверии того брака, который они смогут заключить на горе Ефраема. В четвертый день они уходят. И сказал отец этой молодой женщины, зятю своему, подкрепи сердце твоего куском хлеба, потом пойдете и они опять едят. Он уговаривает их переночевать, потому что время позднее. Но этот человек, имени которого не называют, как мы увидим в дальнейшем, не очень-то как бы хотелось бы, чтобы это имя сохранилось на протяжении всей истории, мы не упоминаем. А человек поднялся, чтобы идти, естественно, упросил его, и он опять ночевал там, но в конце концов он выходит и выходит довольно поздно. И сказал отец той молодой женщине, прошу потребить сердце твое и затяжитесь, пока день не склонится к вечеру, уже переночуйте. И еле они оба, и встал тот человек, чтобы идти, и он наложен за его и слуга его, и выходит довольно поздно в дорогу. Но не согласился человек, то есть отец старается задержать дочь, свою любимую, не хочет с ней расставаться, но человек не соглашается, они выходят в дорогу довольно поздно и доходят до города Егус, он же Иерушалаем. Мы представляем себе, что есть царство, которое называется Иерушалаем, и столица этого царства является город, который называют город Егусеев. Мы помним для себя то, что произошло в начале завоевания земли Израиля в эпоху Иоашуа. Город Ярушалаем был завоеван коленом Яуды, но поскольку его значительная часть принадлежала Бениамину, Яуда вышел из города, сжег его и вышел, чтобы колено Бениамину могло его заселить. Колено Бениамину по тем или иным причинам не заселило город, и туда вошли, его заняли плештим филистимляне, точнее, царем города стал человек выгодец из филистимлян, и народ, который там поселился, это народ Иерусей, они заселили город, хотя они и не жили, основная их часть не жила в центральной части Яуды. И таким образом получилось, что царство Ярушалаем, которое было разбито Яшуа, и город Ярушалаем, который был захвачен Яшуа, они превратились в такое владение Явусеев. Когда они были близки к городу Явус, день уже сильно клонился к вечеру и сказал слуга господину своему, пойдем завернем пожалуй в этот город Явус и переночуем в нем. Мы понимаем, что сыновья Израиля могут зайти в город Явусеев, и найти там для себя ночлег. То есть нет состояния на данный момент нет состояния войны, нет состояния конфликта, по крайней мере во многих областях страны. Есть более мирные взаимоотношения, торговые, когда могут принять путника и сыновей Израиля и оказать ему гостеприимство. То есть возможно зайти в город Явусеев. Явусеи так вот конкретно не являются на данный момент врагами сыновей Израиля. Они захватили город, оставлен коленом Иуды и живут там. Но сказал ему господин Ива, не будем мы заходить в город чужих, что не сынов Израиля, а дойдем до Гибы. Гиба это место, которое находится на севере от Иерусалайма на небольшом расстоянии от Иерусалайма. Я сейчас не берусь сказать сколько километров. Вот мы с вами можем представить себе сегодня оно выглядит примерно так. Это Гева, тоже называется Гева Гениамина фактически один из можно сказать пригорода Иерусалайма. Если мы вернемся с вами к нашей главе они отправляются в Гева и сказал он слуге от своему ступа и пойдем до одного из этих мест и переночим в Гева или в Раме. Рамы еще ближе они хотят дойти до Гевы но в крайнем случае если не удастся они готовы снаться в Раме. доходят до Гевы все-таки принадлежащей колену Бениамина так и называется Гева Бениамин и Гева можно представить себе что это высота возбышленность и свернули они туда чтобы зайти ночевать в Гева и пришел он и сел на городской площади но никто не принимал дом на ночлег да то есть мы представляем себе город который в котором нету нету правителя нет управления нету никакого порядка да потому что мы знаем что в каждом городе обязательно должно быть место в котором люди могут переночевать потому что считается что это большое преступление оставить человека на ночь если он человек или нескольких человек на ночь если они выйдут в дорогу ночью то на них могут напасть разбойники и если на них нападут разбойники то это будет ответственность этого города мы помним что Тора говорит о том что если найден убитый между городами то должно быть разменено расстояние от него до ближайших городов и тот город к расстоянию до которого будет самым близким он его главы его должны будут выйти к ручью пророчной воде не скажем условно говоря не вставаясь в подобности закона принести там в жертву телецу и омыть свои руки в воде и сказать что на нас не лежит ответственность за этого убитого почему главы почему главы города должны это делать почему нужно измерять расстояние почему нужно возлагать ответственность на главу города почему они должны оправдываться как бы по закону Торы принося жертву оправдываться перед всевышним перед людьми дело в том что мы представляем себе опять же урок Торы что благополучие народа зависит от зависит от воспитания если кто-то пришел если кто-то пришел в город и не нашел себе там место ночевать и он вынужден продолжить путь то Тор возлагает ответственность на людей горло которые не дали не проимили элементарного гостеприимства и не дали человеку место где он может переночевать есть обязанность провожать человека для того чтобы было видно что он человек важный что если там с ним что-то случится чтобы разбойники видели допустим что-то с ним случится то его будут разыскивать то есть многие законы Торы направлены многие законы Торы как бы основываются на том что должно быть соответствующее воспитание и определенный уровень понимания того что нужно проявлять дисциплининство милость то что нужно проявлять уважение к человеку то что нужно его провожать это должно быть элементарным пониманием у всех у всего населения можно сказать у всего населения страны если какой-то горд в этом падает на него подозрение только неизвестно кто убил этого человека но падает подозрение на тот город которому он оказался ближе всего убитый и уже должны оправдываться кто те люди которые отвечают за порядок за образование за морально нравственный уровень вот мы здесь видим противоположность тому что мы с вами рассказали никакого порядка никакого нравственного уровня а человек располагается на ночлег и никто не принимает его не принимает его в дом и вот один старый человек идет с работы своей с поля вечером а человек этот был с гор и фраем и жил в гива он видит так сказать земляка своего люди же вместо этого сыны Вениамина подчеркивается что человек он скажем да он из другого места живет просто в этом городе видит своего земляка и взглянул он увидел этого путника на городской площади и сказал этот старый человек куда ты идешь и откуда пришел между ними завязывается разговор он объясняет ему да вот и он говорит ему простые слова да он говорит что никто не принимает меня в дом а солома и корм есть для слов наших и хлеба и вино есть у меня мне бы только переночевать все необходимое у меня есть и это видно что у меня все необходимое я бы не просил никого ничего но меня даже в дом никто не пустил да и сказал этот старый человек мир тебе а все что нужно тебе я беру на себя только и ночуй на улице он просит его только не ночевать не ночевать на улице потому что что-то он знает что-то он подозревает уже этот старый человек который давно живет в городе Гива Бениамина и знаком с мараумами людей здесь и он не только проявляет обычное должное гостеприимство которое нужно было бы оказать по закону он и подозревает что если человек будет ночевать на улице что что-то нехорошее может произойти с ним да вот я вот здесь с вами остановился на двадцать первом предложении вот и как всегда у меня есть вопрос есть ли какие-то вопросы вот а если их не будет то мы тогда с вами с этого места продолжим в следующий раз разный вопрос можно в это время уже Шмуэль жив да нет мы говорим мы с вами говорим что рассказы эти помещены в конце книги судей которые с Божьей помощью мы с вами в следующий раз закончим да вот они помещены в конце но они происходят в начале эпохи судей да происходят в в начале правления Атаниэля Бенгназа да или в тот момент когда ученики Иошуа которых называют старейшинами пытаются установить какой-то порядок народе и нету конкретного судьи то есть вот в это время либо начало правления Атаниэля Бенгназа либо немного до него так Ашмуэль как мы Ашмуэле можно Ашмуэле можно говорить Ашмуэле можно говорить в тот момент с момента гибели Шемшона где-то после через год после гибели Шемшона рождается Ашмуэль Что-то еще хочется спросить Хочется сказать большое человеческое спасибо за очень замечательный урок Азе Спасибо Я знаю что вы с таким хорошим чувством относитесь к урокам к словам Торы не принимаю это на свой счет ни в коем случае Здорово Пожалуйста А Миху не насильно разве колено забрало там нет там однозначно что он согласился да Он забирают его забирают его мешкан и забирают левита который сложил в нем про Миху мы ничего не знаем он скорее всего как можно представь себе под текстом он скорее всего остается на своем месте на горе мы как бы сказали сегодня у разбитого корыта а его мешкан и левита забирают на север то есть насильно забирают правильно левита и мешкан забирают насильно да в общем-то да мешкан забирают насильно а левит он в таком некотором сомнении если мы смотрим с вами текст мы это видим с вами он в таком некотором сомнении С одной стороны, он понимает, что происходит несправедливость, грабеж, откровенно говоря. С другой стороны, он представляет себе, что если он сейчас пойдет с коленом Дана, то он будет священником колена Дана, у него будет большая аудитория, он сможет обращаться к ним, он сможет приносить жертвы для них. Это его очень соблазняет, и он с ними идет, его, скажем, сначала возражает, а потом идет добровольно. И еще в догонку, ковчег вшло, место вшло, оно имело какую-то резонанс и так далее? Тем более, он его называет, что я иду к светому месту. Мы дойдем с вами до этого, попозже, пока еще. Имело ли шило какое-то... Да, да, да. Скажем, это то, что давайте мы сконцентрируем... Хорошо, что вы спросили. Мы постараемся сконцентрироваться на этом в следующий раз. Предварительно, можно сказать, это та тема, которой хотелось бы представить ее себе, да, что Тора, сама по себе как таковая, соблюдение закона не является панацеей от судьбы. Что человек, который может идти в шило, который хочет пройти через шило, посетить мешкан, который не получил никакого образования, который не живет в среде, где есть изучение Торы на высоком уровне, где подчеркивается морально-нравственный уровень, и в конечном итоге, как мы с вами говорили, как такой образ Гаабаде, нет царя. У него могут быть самые извращенные представления о, как говорят, приоритетах ценностей, да, смещенная шкала приоритетов ценностей. Он может стремиться принести в шило жертвы, да, и он может, как мы увидим с вами, совершенно, как бы, да, считая себя правым, считающим, что он поступает правильно, совершить совершенно аморальный поступок. Это, как бы, вот тема нашего рассказа, или, по крайней мере, та линия, которую мне бы хотелось почетнуть. Да. Окей. Да. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо. Всем, кто присоединился, да, вот, и у нас впереди много интересного, так что мы закончим этот рассказ и перейдем к книге, книге Шмуэля, да и сам этот рассказ уже о войне с коленом Вениамина, он сам очень-очень интересный. Спасибо. Всего самого доброго. Спасибо. 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 Окей.